Приветствую вас. Я думаю, что решение здесь может быть только такое, которое происходит от вас, происходит от ваших предпочтений, из ваших чувств, из ваших потребностей, из ваших желаний. То есть напрямую так, чтобы решение было ваше, и как бы ничем другим, да, вот только ваше решение и всё тут. Мне кажется, это как раз таки было бы правильным подходом. А значит, я не очень понимаю, почему вы не можете, допустим, пойти к своему начальству, допустим, и с началством обсудить этот вопрос, связанный с тем, что вам абсолютно нечего делать. То есть, ну, к примеру, если они там всё следят, если они всё видят на мониторе, то всё проблема, опять же, просить лично вам разрешить ту же флешку, чтобы вы могли обучаться. Ну, тем более, что работы нет, тем более, если этот самый уровень работы, да, от вас совершенно как, совершенно не зависит. Вот. То есть я, честно говоря, не очень понимаю, почему так делать нельзя. Другое дело, если на работе вообще обучаться нельзя. Вот. В таком случае, да. Ну, то есть вот, если начальство не хочет, чтобы вы, допустим, на работе делали что-то ещё, помимо, ну, помимо самой работы. Но это уже немножко другая история в таком случае. Вот. Так же, ну, есть телефон, и, в принципе, никто не запрещает, я так подозреваю, сидеть в телефоне. То есть, ну, вот вы вроде бы ничего не пишете по поводу телефонов, да, а ведь через телефон тоже можно много чего делать. Но, в целом, это какая-то такая очень сильная дезориентированность у вас в контексте того, что вам нужно и чего вы хотите. И я вот, честно говоря, не знаю, с чем это связано, с чем связано, чем связан подобный подход ваш. То есть, связан ли он с неуверенностью в себе, или связан с каким-то страхом, или связано это у вас с нерешительностью. И вот, что есть снег, а мне кажется, что это нужно разбираться. Потому что дело ведь, как вы, я надеюсь, понимаете, не в функционале. То есть, дело не в функциональном решении ваших проблем, а дело именно в психологическом, эмоциональном. И если у вас вот этого нет, как бы, если у вас, ну, если у вас нет, допустим, вариантов, как отстоять свои интересы, это уже вопрос именно к вашему отношению к себе. То есть, то, как вы относитесь к себе, то, как вы относитесь к своим желаниям, ну, напрямую, отражают окружающие вас люди. Вот. Пускай и, может быть, не напрямую, да, но отражают. Так что идея здесь заключается именно в том, чтобы разрешить те противоречия, которые у вас есть. То есть, к примеру, если, как вы говорите, вы собираетесь, значит, в декрет, что может быть не так. Так и важно уже работа, и работой вы будете заниматься, например, после декретов. Но для вас это, очевидно, важно. И вот именно, что для вас важно, да, о каких, условно говоря, навыках, о каком развитии образно идет речь, если вы, значит, собираетесь в декрет, ну, вот для меня, наверное, это загадка. Для меня, наверное, наверное, для меня это загадка. Покажется. То есть, нет, конечно, конечно, вы можете сказать, что это вроде того, что, ну, и что декрет, это тоже не конец жизни. Вот, и я с вами согласен, что декрет, это действительно не конец жизни. Я с вами согласен в этом. Но то, как вы к этому относитесь, вызывает вопросы, к сожалению. Такие вот, ну, достаточно серьезные вопросы, вопросы вызывают. И, соответственно, по-видимому, это то, на что стоит обратить внимание. Вот. То есть, вы ждете от нас некой позиции, вы ждете от нас некого совета, но, по сути, по сути, ситуация выглядит так, что вы пытаетесь переложить ответственность за свое решение на нас. Вот. Я не думаю, что это хорошая и полезная для вас позиция. То есть, я не думаю, что вам эта позиция пойдет на пользу. Вот. Вот примерно так, я думаю, можно ответить на вопрос. То есть, вы, опять же, не говорите ничего про сроки, то есть, сколько времени вы будете, ну, вот, собственно, на этой работе находиться, сколько времени вы будете работать. И еще об этом ничего не говорите вы. Вот. Ну, я думаю, что, как минимум, стоит рассмотреть возможность обратиться к насельству. Вот. И обсудить с ним, серьезно, серьезно обсудить с ним вот этот вопрос, который вы, собственно говоря, озвучиваете. Ну, озвучили. Вот. И я думаю, что если начальник адекватный, он пойдет на пользу. Он пойдет на встречу. Вот. Кроме того, как я уже сказал, что достаточно легко обслеживается то, что вы делаете, судя по тому, что вы пишете. Вот. Вот. Поэтому я не вижу причин, по которым вы не могли бы не делать того, что вам нужно на работе. Другое дело еще раз. Другой момент, если вот именно есть такая, ну, такая трудность в том, именно, что насельство против того, чтобы вот люди занимались чем-то на работе. Вот. В этом случае сделать, на самом деле, практически ничего нельзя, потому что начальник адекватного всегда будет против, чтобы что-то на работе такое происходило. Ну, просто потому что это не в их интересах. Вот. Вот, наверное, наверное, как-то так, наверное, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ вам, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом, и вы сможете найти возможность для решения данной своей проблемы. Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам!